всем привет у нас сегодня замечательный солнечный день четверг четверг у меня новые ногти я все-таки решилась и я все-таки себе сделала белые ногти не такие просто чтобы знаете белые были а вот белые такие видите они немножко переливающий такой белый не соли белый получается покороче все сделала такие очень естественный красивый цвет но не в этом дело сейчас я буду вам опять снова рассказывать свои мексиканские страсти сейчас мы выйдем отсюда я поехала забирать кетами все у меня забрать не правильно потому что что утром я себя неважно чувствовала скажем так вот поэтому я сейчас ее заберу и мы поедем на море я завтра уже сходила на тренировочку у меня новые кроссовки я вам хочу не показывала adidas они такие классные и такие удобные но они такие классные и такие удобные для просто ходьбы по улице я скажу вам как кроссовки для того чтобы у них прям так жестоко заниматься в тренажном зале как бегать прыгать и все такое как тренинг как work out щас они вообще ни о чем никакие вот это одна из причин почему я сегодня ушла с тренировки о май гаде стыд пропускаешь людей они к тебе еще не пропускать не пропускаются в общем вот короче они непригодны для таких тренировок на которые хожу я я вчера была в зале я грудь пошла на дорожке прошла 10 минут я больше не смогла потому что я заболела нога а заболела нога именно потому что из этой кроссовки она совершенно неудобно думала вчера что просто нога болела и думаю ладно пойду сегодня сейчас нормально все будет нет то же самое как сказать вейт силовую тренировку я выкладывала все нормально без проблем но когда дошло время до кардио все у меня не могу идти можно особенно берку да вот и поэтому я занималась буквально 45 минут не час и ушла пораньше потом заехала свое любимое место позавтракать и заехала делать ногти потому что у меня вчера один ноготь отпал из этой тетеньки боже мой которая почталью я открыла почтовый ящик она типа не уходи еще сейчас еще придет твой еще у меня почта для тебя и я думаю ладно жду и потому что как-то я начала она засунула я давай резко брать и вот пальцем как ударилась и у меня падает отпадает мой ноготь вот поэтому сегодня я заехала отремонтировала их и сделал такой естественный белый цвет напишите мне пожалуйста в комментариях что вы думаете просто обычные квадратные ногти вот такие вот белый натуральный цвет скажем так посмотрим непривычно мне потому что такого ни разу не делала значит все время красные какие-то делали бордовые вот вот такие вот дела сейчас хочу значит вас переключить на посмотреть на наши улочки потому что я давно вам уже ничего не показывала можно но сами нигде не катались последний месяц как я ушла ушла с головой в работу все как раньше мы катались помните давайте я переверну вас покажу вам быстренько а потом продолжу с рассказывать свои мексиканские страсти ну вообще переводим мексиканские страсти надеюсь вам понравилась такой небольшой небольшая прогулка по нашим окрестностям у нас на улице не жарко не холодно классная погода просто так давайте начнем с чего начнем начнем с тадис мне вспомнился момент когда вспомните наверное три месяца назад четыре месяца назад когда мы заканчивали наши отношения помните как я переживала помните я переживала по поводу того что если закончим все как я буду там то есть у меня были вот таки сказать переживания по финансовым помните то есть меня было не было состояние не было стабильного состояния душевного равновесия не не душевного в общем не было стабильности у меня в жизни помните такой момент у меня был когда мы То есть расходились, нужно было начать все сначала, нужно было думать, что делать дальше, и все такое. Вот. И насколько я переживала, я помню это, помню чувства. Это реально была какая-то зависимость, наверное. На сегодняшний день я могу сказать, что я, наверное, этой зависимости больше нет. И я чувствую себя настолько кайфово, настолько мне классно в душе, просто вы не представляете. Тогда у меня все время грузилась, думала, что если так, если то, если третье. И просто начала действовать. И действия приводят к результатам, если бы ты действуешь, если ты стремишься к чему-то. И на сегодняшний день я могу сказать, что я, как же это объяснить, свободна, что ли, свободна от всяких там каких-то зависимостей от кого-либо, либо от чего-либо. Вы понимаете, что я пытаюсь донести, я все время пытаюсь донести какую-то мысль, на всякий случай, я вас спрашиваю, если меня понятно, потому что я могу говорить одно, пытаться высказать одно, но донести не смогу до вас. В общем, на сегодняшний день я могу сказать, что в душе моей спокойствие по поводу того момента. не стопроцентное спокойствие, но 80% спокойствия у меня есть. Если тогда у меня было спокойствие 5-10%, наверное, то сейчас у меня поднялась до 80%. Это одна вещь. Дальше. Если я беру вот к примеру, когда мы еще не закончили отношения, когда уже подходили к концу. Я благодарна, что все закончилось. Я благодарна тому, что у меня начался новый этап жизни. Я очень-очень этому рада. Я пришлось пройти через испытания, вы знаете, вы за мной следили. Вы все это видели прекрасно, вы вместе со мной проходили все эти сложности, все эти испытания. Но только пройдя через все это, открылся и начался новый этап в моей жизни, чему я очень-очень рада. Более счастливый, более позитивный, более насыщенный всякими разными событиями. Полгода назад события в жизни вообще никаких не было интересных. Было одно и то же болото каждый день. То сегодня я просто каждому дню, серьезно, говорю честно, каждому дню у меня, мне хочется вставать рано утром, мне хочется бежать и творить и делать и получать массу удовольствия. Если вечером ложишься спать и думаешь, быстрей-быстрей бы уже проснулся завтра, чтобы сделать это 3, 3, 3, 10. Если раньше я просто ложилась спать и утром иду на тренировку, то сейчас я ложусь спать и быстрей бы завтра, потому что я так хочу на тренировку. Представляете, вот как внутреннее состояние влияет вообще на все, что происходит в жизни. Вот. Это другая часть. Дальше. Если полгода назад, если вы помните, я вам говорила, что я хочу жить где-нибудь там в каком-нибудь таунхаусе, подальше от людей, где тихо, спокойно, то сейчас у меня кардинально поменялось мое вообще, вообще конкретно меняется все, что у меня происходит сейчас в голове. Я сейчас понимаю, что я живу в районе, где живут уже более взрослые, пожилые даже люди. И я понимаю, что я бы хотела жить там, где живут более молодые люди, где больше людей, где больше движения. Мне нужно это движение. Я сейчас это понимаю. Если раньше мне хотелось какого-то спокойствия и всего такого, то сейчас я понимаю, что мне хочется движения. Понимаете, насколько вообще все у меня в голове конкретно поменялось? Конкретно, вообще все просто. Если полгода назад я хотела бы жить где-нибудь на Plantation, где там вообще поля, леса и ничего другого нет, и там есть какие-то квартирные комплексы, то сейчас я бы хотела с удовольствием, я бы с удовольствием сейчас жила в Многоаташкино-Брикеле, где живут более молодые мои ровесники, где постоянно происходят какие-то события, где постоянно происходят движения, все время что-то происходит. И я понимаю, что я бы хотела быть в эпиценте событий. Я бы хотела просто выйти тоже с утра на тренировку, не садиться в машину и ехать, а просто выйти и пройтись до тренировки. Потом пойти куда-нибудь там на ланч, на бранч, на все такое, собраться с друзьями. Здесь это все есть, но все равно здесь совершенно не то. Мне хочется сейчас вот этого. Вот, не знаю, у меня в душе помолодело, что ли, я не знаю, что. Вчера я, вы знаете, я сейчас много рассказываю, просто давно не высказывала, много всего у меня произошло, у нас накопилось в общем-то. Сейчас многие делают, знаете, вот этот 10 лет челлендж называется, выставляют свои фотографии сегодня, выставляют свои фотографии 10 лет назад. Я не исключение, я то же самое сделала. И сейчас я смотрю просто, по идее, когда тебе, вот сейчас мне 34 года, тебе 24 года, когда тебе 20 чем-то, ты как раз только в тот возраст, когда ты должен кайфовать и получать от жизни просто все, ты должен выглядеть офигенно просто. А я смотрю на себя 10 лет назад и я вижу, что насколько я была, выглядела отвратительно, насколько я чувствовала себя отвратительно, насколько жизнь моя была просто невыносимой. Я в 24 года выгляжу в 100 раз, в 100 раз хуже, чем я выгляжу сейчас и чувствую себя тоже. Я потому что в 24, это у меня получается, как раз таки год назад родилась тогда, как я-то не получается, и все, я как села в эту... То есть у меня не было просто в голове, то есть как сказать, у меня было совершенно не для того, чтобы кайфовать от жизни, получать от жизни все. На тот момент у меня было такое совершенно другое в голове. На тот момент у меня было как выжить и как вообще обеспечить себя, обеспечить своего ребенка, где жить, что есть в чужой стране, одна без всех. Но потом через какое-то время после той фотографии, которую я выставила, вы можете увидеть меня на инстаграм или на фейсбуке, через какое-то время, когда я в этой фотографии, я уже потом постепенно начала браться за себя, потому что сама я понимала, что так дальше не могло продолжаться. Просто в первую очередь, как я выгляжу, это просто было отвратительно. То есть в свои годы, в 20 лет я выглядела настолько отвратительно, настолько чувствовала себя отвратительно. И я понимаю, что я очень сильно изменилась за эти 10 лет, и я хочу, чтобы моя жизнь была только лучше и лучше и лучше. Вчера гуляю, не гуляю, а где-то проходя мимо, просто смотришь, видишь пожилых людей. И начинаешь задумываться. Многие из них, почему они такие недовольные, почему они такие даже с злыми моментами. Но и ты понимаешь, что в таком возрасте уже ты, не знаю, как-то не занимаешься тем, что могло бы тебя чувствовать, что ты мог бы кайфовать. И для меня, я здесь для себя сделаю вот, что сейчас у меня как раз тот возраст, когда я должна просто получать в жизни все. Именно сейчас тот момент, тот возраст, когда я должна просто кайфовать и просто обалдеть от этой жизни. Потому что жизнь, она у нас небольшая, жизнь у нас короткая. И какие-то негативные люди, какие-то негативные ситуации в жизни, нужно их просто как-то обходить стороной. Или просто не принимать близко к сердцу. Вот. Дальше, что еще вам сказать? Я сказала вчера, что я заблокировала все эти клубы знакомств. У меня там есть пару человек, с которыми я общаюсь. Четыре человека есть, с которыми общаются. Новый знакомый. У меня там появился один, живет в Нейплс. Возле моего любимого Сани Белла. Возможно, что мы вот так скоро поедем и встретимся с моим новым другом. Вот. Второй живет в Даунтаун Майами где-то. Он из Европы откуда-то. Но он живет здесь уже 20 лет. И вот. Тоже мы с ним начали общаться. Такое очень хорошее общение. Мне нравится. Ему 41, что ли, в понедельник приглашает меня на хоккей. Ну, не знаю, какие другие я на хоккей. Тот другой, который навязчивый вчера. Я вам сказала, я отменила все нафиг встречи с ним. Он прям, вот меня просто это настолько отталкивает. Я понимаю, что сама себя так не должна тоже вести. Потому что это реально такое поведение отталкивает. Сегодня опять он снова пишет. Я скучаю. Давай, надеемся, встретимся с тобой сегодня. Чувак, ты меня ни разу в жизни не видел. Что ты там мне написываешь, что там ты прям влюбился весь полш и готов. Для меня сделать все, что я захочу. Ну, что это такое? Что за бред? Что за чушь? Меня это просто отталкивает. Ну, ну, с одной стороны, можно было бы... А почему бы не воспользоваться в такой ситуации, да? Чувак готов для тебя на все, даже не зная тебя. Готов для тебя сделать все. Но это не я, я не могу так. Я не могу так меня отталкивать, меня отталкивать. И я не собираюсь терпеть что-то для какой-то выгоды. Не собираюсь это делать, потому что меня бесит. Просто меня от этого тожнит. Вот, что я заговорилась, да? Ну, а теперь самое главное, самый главный момент. Это же, конечно же, наш доктор. Скажу вам честно, что вот за этим сколько, полтора месяца, сколько мы с ним общаемся, встречаемся, он мне не безразличен. Даже несмотря на то, что все, что происходит, вся эта фигня, все его депрессии, все его стрессы. С одной стороны, я его могу понять, но с другой стороны, меня это бесит. То есть, сегодня он возвращается, он был в этом полиной съездил по поводу тоже работы. То есть, ищет на всякий случай запасные варианты. На прошлой неделе он уже уезжал на позапрошлой по Балтимур, тоже там, и везде, куда он ездил, мы предложили работать, ему уже дали контракт. Что от него требуется? Просто подписать контракт, начать работать, переехать и все. Но он этого не делает, потому что он все-таки пытается найти возможности какие-то здесь, чтобы остаться здесь. И чтобы мы были вместе. Фу, такие вот дела. Но, как я уже говорила, жизнь расставит все на свои места. Если нам суждено быть вместе, значит, жизнь и судьба не знаю, что это сделает так, что ему предложат здесь работу, что он останется здесь, и мы будем продолжать двигаться дальше вместе. Если нам не суждено быть вместе, то, значит, он уедет в другой штат и все такое. То есть, понимаете, в других штатах платят зарплату намного больше, чем мы платим, и мы здесь. И уровень жизни там намного лучше, чем здесь. Даже вот такие хорошие профессии, такие государственные профессии, не получают в Майами и в Маклольдии, меньшее зарплату, чем можно получить было бы в другом штате. Вот такие вот дела. Так что жизнь расставит все на свои места, не будем торопить события, как я уже говорила, не будем ничего дальше загадывать. Ну, вроде все, я перед вами отчиталась. Так что, какая мораль вообще моего видео? Кайфуем от жизни, получаем от жизни все, наслаждаемся каждым моментом. Нет времени, нет. Тратить на то, чтобы сидеть, грузиться, чтобы думать там о каких-то негативных моментах. Нет времени, чтобы связывать себя с негативными людьми. Нет времени, чтобы впускать в жизнь какие-то негативные события. Пытаемся обходить этой стороной, пытаемся игнорировать то, что должно быть в нашей жизни, и будет в нашей жизни с нами. То, что не должно быть, она от нас отпадет, и жизнь обязательно пошлет нам того человека, те обстоятельства, те возможности, тех людей, которые должны появиться в нашей жизни, для того, чтобы наша жизнь стала еще более счастливой, более насыщенной, более красотичной. Вот такое вот долгое и нудное видео о моих рассуждениях. Надеюсь, что я вас не заставила заснуть. Все-таки напишите про то, что вы думаете о моих ногтях. Все, пока.